Hello, children! Welcome to an English lesson! Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок английского языка! First of all, let's train our pronunciation. Сначала давайте потренируем наше произношение. Listen to the questions and answer them after me. Прослушайте вопросы, пожалуйста, и ответьте на них после меня. What is your name? My name is Василий Васильевич. What is your name? Where are you from? I'm from Kazakhstan. Where are you from? How are you? I'm okay. How are you? What is your favorite color? My favorite color is green. What is your favorite color? How old are you? I'm 23. How old are you? Good. Let's go to the theme of our lesson. Хорошо. Давайте теперь перейдем к теме нашего урока. Look at the pictures and try to get the theme of our lesson, please. Посмотрите, пожалуйста, на картинки и постарайтесь угадать тему нашего урока. Сегодня мы должны выучить названия некоторых действий, которые делаем утром. And today we are to learn to tell about what we do every morning. И также мы сегодня должны научиться с вами говорить о том, что мы делаем каждое утро. But before we go to the theme of our lesson, we are to work with letters. Но прежде чем мы перейдем к теме нашего урока, нам нужно поработать с буквами. What letters do we know? Какие буквы мы уже с вами знаем? We know C and O letter. Мы знаем с вами две буковки. C, O. What sounds do they make? Какие звуки они образуют в словах? Буква C образует звуки. С, К. Буква O дает звук O и звук О. Name the sounds and read the words with them. Назовите, пожалуйста, звуки, которые будут появляться. И прочитаем хором слова вместе с этими звуками. The first sound. Первый звук. К. Read the word. Читаем слова. Car. Cafe. Car. Cafe. С. Cinema. Socas. С. Cinema. Socas. O. Fox. Stop. O. Fox. Stop. O. Go. No. O. Go. No. Окей, well done, молодцы. Let's start to meet with a new letter. Давайте познакомимся с новой буковкой. Look at the letter K. Flip. Смотрите внимательно на эту букву. It's A letter. Называется эта буква A. Посмотрите внимательно, как пишется заглавная буква и строчная буковка A. В словах буква A дает звуки. Э. Э. All together. Все вместе. Э. Э. Let's read the words with the sounds. Прочитаем слова с этими звуками. Э. Cap. Apple. Э. Cap. Apple. Э. Эй. Cake. Name. Эй. Cake. Name. Окей. Let's learn to write the letter. Давайте научимся писать эту буковку. Look here. Посмотрите внимательно, пожалуйста, на квадрат в верхней части. Листа вашей прописи. Страница номер 6. Как мы пишем большую буковку A? И посмотрите на точку начала. Идем вниз. И соединяем. Крыша у нас получается, да, сначала. А затем мы соединяем первые два элемента между собой. Пропишите сначала первую строчку. Обратите внимание, что заглавная буква в высоту две клеточки, в ширину одна клетка. Сначала вы обводите пунктир, а затем прописываете сами данную букву на расстоянии одной клетки. And let's look how to write small A letter. Посмотрим, как мы пишем маленькую буковку A. Начинаем. Идем вниз. И элемент сверху вниз идет. Справа. В этой стороне. Похожа буковка A на буковку AU. Только мы не соединяем первый элемент вместе. А как бы подпираем его этой палочкой, да, вторым элементом. Пропишите третью строчку уже. Вторую оставляем на следующий урок. Третью строчку, маленькая буковка A. Сначала пунктир обводите, а затем прописываете букву на расстоянии одной клетки. Обратите внимание, что маленькая буковка A в высоту занимает одну клетку и в ширину чуть меньше, чем одна клетка. То есть слева мы немножечко оставляем расстояние. После этого пропишите пятую строчку. Это у нас пара большая и маленькая буковка A. Видео можете поставить на паузу. Let's meet with the next letter. Знакомимся со следующей буквой. It's B letter. Следующая буква B. Посмотрите на неё внимательно. Называется буква B и в словах даёт звук B. Let's read the words with the sounds. Читаем слова с этим звуком. Box. Здесь нам уже есть знакомый звук O. Box. Box. Bike. Box. Bike. Учимся писать с вами буковку B. Смотрим сначала на квадрат, где у нас стрелочками показано, как нужно правильно писать эту буковку. Большая буква B и маленькая буковка B. Напоминаю, буква B в словах даёт звук B. Прописываем первую строчки. Прописываем первую, третью и пятую строчки. Первая строчка за главная буковка B занимает высоту две строчки, две клетки, извините, в ширину одна клетка. Третья строчка, маленькая буковка B, высоту занимает две клетки, в ширину чуть меньше одной. И последняя строчка это пара, большая и маленькая буковка B. Во всех строчках сначала обводим пунктир красиво и аккуратно, а затем на расстоянии одной клетки прописываем эти буквы. Окей, now let's go to the theme of our lesson. Давайте перейдём к теме нашего урока. The theme of our lesson is my day. Тема нашего урока мой день. Today we have to speak about our morning actions. Сегодня мы должны поговорить о действиях, которые делаем утром. Что мы все с вами делаем утром? Мы просыпаемся, заправляем кровать, одеваемся, умываемся, завтракаем, идём в школу. Let's learn the actions in English. Давайте учить эти действия на английском языке, как они называются. Просыпаться. Get up. All together, все вместе. Заправлять кровать. Make the bed. Once again, ещё раз. Одеваться. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Итак, три действия уже знаем. Вставать. Get up. Get up. Заправлять кровать. Make the bed. Make the bed. Одеваться. Get dressed. Get dressed. Идём дальше. Умываться. Wash my face. Wash my face. Завтракать. Have breakfast. Have breakfast. Идти в школу. Go to school. Go to school. Итак, последние три действия. Умываться. Wash my face. Завтракать. Have breakfast. Идти в школу. Go to school. Let's repeat all of the actions. Итак, теперь все шесть действий. Вставать. Get up. Get up. Заправлять кровать. Make the bed. Make the bed. Одеваться. Get dressed. Get dressed. Умываться. Wash my face. Wash my face. Завтракать. Have breakfast. Have breakfast. Идти в школу. Go to school. Go to school. Remember how we make sentences about our daily routine. Давайте с вами запомним, как мы составляем предложения о нашем режиме дня. Когда мы говорим о режиме дня, у нас практически все предложения составляются по одной и той же структуре. Я что-то делаю в такое-то время. Например, я встаю утром. Я встаю утром. Итак, еще раз все вместе. Я встаю. Теперь предложение целиком. Я встаю утром. I get up in the morning. Once again, еще раз. I get up in the morning. Let's make a sentence. Давайте составим следующее предложение о нашем утре. Смотрим словосочетание, которое нам понадобится для этого предложения. Заправлять кровать. Все вместе. Make the bed. Make the bed. Как же мы скажем? Я заправляю кровать утром. I make the bed in the morning. All together, все вместе. I make the bed in the morning. Я заправляю кровать утром. I make the bed in the morning. Следующее действие. Одеваться. Get dressed. Get dressed. Как нам составить предложение? Я одеваюсь утром. I get dressed in the morning. All together, все вместе. I get dressed in the morning. Я одеваюсь утром. Еще раз. I get dressed in the morning. Продолжаем рассказ о нашем утре. Умываться. Умываться. Wash my face. Wash my face. Теперь составляем предложение. Я умываюсь утром. I wash my face in the morning. Once again. Еще раз. I wash my face in the morning. Well done. Now, listen and translate the sentences. А сейчас прослушайте и переведите предложение. The sentence number one. Первое предложение. I have breakfast in the morning. I have breakfast in the morning. Translate, please. Переводим. Check yourself. Проверяем. I have breakfast in the morning. Я завтракаю утром. I have breakfast in the morning. Next sentence. Следующее предложение. I go to school in the morning. I go to school in the morning. Translate, please. Переведите. Check yourself. Проверяем. I go to school in the morning. Я иду в школу утром. I go to school in the morning. You are well done today. Сегодня все большие молодцы. Сегодня мы с вами вспомнили буквы, о которых говорили на прошлых уроках. Познакомились с новыми буквами. Узнали, как они пишутся, какие звуки они дают нам в словах. Научились читать слова. С этими буквами. Также мы с вами познакомились с названиями действий, которые делаем утром. И научились составлять предложения о том, что мы делаем утром. Do tasks from a worksheet orally, please. Выполните, пожалуйста, устные задания, которые указаны в документе, который прикреплен после этого видеоурока. Now, our lesson is over. Сейчас наш видеоурок подошел к концу. Thank you for the lesson. Goodbye, children. Спасибо за урок. До свидания, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.